Привет! Меня зовут Артур, я твой учитель по математике. На прошлом уроке мы с тобой разобрали самые базовые вещи в математике. Мы рассмотрели всю арифметику. Можно сказать, это был краткий экскурс по первым 7 годам обучения в школе. А теперь мы будем брать более сложные штуки. Более сложные и, конечно, более интересные. И сегодня я расскажу тебе, что такое функция. На самом деле, функция это очень простая штука. С функцией мы сталкиваемся каждый день нашей жизни, сами не замечая этого. Функция это простая штука, которая прячется под сложным названием. Итак, математическим языком, функция это переменная величина, которая зависит от аргумента. То есть функция это величина, которая зависит от другой величины. Она принимает разные значения в зависимости от того, какое значение принимает аргумент. Аргумент это тоже величина. И функция, и аргумент это переменные действительные числа. Самый традиционный способ описания функции это уравнение, в котором в левой части стоит только функция, а в правой части стоит выражение, которое показывает, как функция зависит от аргумента. Функция обозначается буквой y, а аргумент обозначается буквой x. Итак, давайте рассмотрим какую-нибудь конкретную функцию. Предположим, эта функция y равняется x плюс 1. Слева у нас стоит y, это функция, а справа у нас выражение, которое показывает, как функция зависит от аргумента x. Справа у нас стоит выражение x плюс 1. Это значит, что функция всегда на единицу больше аргумента. Смотрите, я объясню, как это работает в настоящей жизни. К примеру, вы задаете мне вопрос. Вопрос, который вы задаете мне, это аргумент. В реальной жизни можно представить себе функцию, как ответ на какой-то вопрос. Смотрите, что я имею в виду. К примеру, вы спрашиваете у меня. Артур, какого цвета маркер, который находится у тебя в руке? Вы даете мне конкретное значение аргумента. Вы спрашиваете у меня цвет маркера. Это аргумент. А я вам говорю, маркер красного цвета. Это функция. То есть значению аргумента цвет маркера в моей руке соответствует значению функции красный. А если вы спросите, какого цвета у меня глаза, это будет уже другое значение аргумента. Соответственно, будет другое значение функции. У меня голубые глаза. При этом не может быть двух разных ответов на один и тот же вопрос. То есть функция при одном и том же значении аргумента не может принимать два разных значения. То есть если в данный конкретный момент времени у меня в руках красный маркер, у меня не может в этот же самый момент быть вместо него другой маркер. Если у меня сейчас голубые глаза, то сейчас у меня не могут быть глаза другого цвета. Но при этом на два разных вопроса может быть один и тот же ответ. К примеру, вы спрашиваете у меня, какого цвета маркер у тебя в руках? Я говорю, красный. И затем вы спрашиваете, какого цвета моя рубашка? И я говорю, она тоже красная. То есть функция может принимать одинаковые значения при разных значениях аргумента. Но при одном и том же значении аргумента функция не может принимать два разных значения. Вот она наша функция, которую мы рассматриваем первым делом. Она очень легкая. Это одна из самых легких функций. Проще, наверное, только y равняется x. Тогда каждому значение аргумента соответствовало то же самое значение функции. То есть если x равен 3, то y тоже равен 3. Если x равен 18, то y тоже равен 18. Здесь наш вопрос и наш ответ это просто числа. То есть мы спрашиваем у функции числа и в ответ получаем то же число. В нашем случае мы спрашиваем у функции, предположим, 3. То есть мы смотрим, чему будет равняться функция, если аргумент будет равняться 3. Функция будет на единицу больше, то есть x плюс 1, то есть 3 плюс 1, 4. Записывается это так. y от 3 равняется 4, то есть 3 плюс 1. Вместо x мы подставляем то, что в скобочках и считаем значение выражения. Вот так это и работает. Естественно, можно догадаться, что в таком случае, при такой записи, при одном и том же значении аргумента, функция не может принимать два разных значения. Если вы подумали о том, что у меня в руках может быть два маркера, это ничего не значит. Дать ответ на это можно в высшей математике. В терминах элементарной математики невозможно это объяснить, как и невозможно объяснить то, почему нельзя делить на 0. Итак, функция это переменное число, которое зависит от другого переменного числа, которое называется аргументом. Функция это y, а аргумент это x. Функции бывают очень разные. Но на сегодняшнем уроке мы рассмотрим самые простые из них. Которые называются линейными. Линейная функция это функция вида y равняется kx плюс b. Где k и b это какие-то конкретные действительные числа. К примеру, функция вида y равняется 2x плюс 3. Это линейная функция. Ну, нужно понимать, что в таком случае и k может равняться 0, и b может равняться 0. То есть функция вида y равняется 4x это тоже линейная функция. И даже функция вида, предположим, y равняется 7. Это тоже линейная функция. Потому что в таком случае k равняется 0, b равняется 7. А x просто не учитывается, потому что x всегда будет умножаться на 0. Поэтому функция имеет вид y равняется 7. А теперь давайте поймем, что функцию можно представлять себе не только в виде уравнения с y в левой части и выражением в правой части, а можно представлять ее в виде графика. График функции это то, как выглядит функция. По графику функции мы можем своими глазами увидеть, как она выглядит. Это такая своеобразная картинка функции. Это что-то вроде названия функции, а график это картинка. Они могут существовать по отдельности, но при этом они хорошо дополняют друг друга. Сейчас мы научимся рисовать график линейной функции. График функции рисуется на координатной плоскости. На прошлом уроке я рассказывал вам, что такое числовая прямая. Так вот, координатная плоскость это своеобразное расширение этой прямой до плоскости. Называется она координатной, потому что у каждой точки есть своя координата. Эта прямая называется осью x, а эта прямая осью y. Или более официальные названия ось абсцисс и ось ординат. Здесь у каждой точки есть своя координата по x и своя координата по y. К примеру, возьмем точку с координатой 1 по иксу и 2 по иксу. Такая точка обозначается скобочками, где через запятую перечисляется сначала координата по иксу, затем координата по иксу. То есть это точка 1, 2. Ищем эту точку. Сначала ищем на оси иксов точку 1, затем ищем на оси иксу точку 2. Вот они эти точки, и вот она точка, соответствующая единице по иксу и двойке по иксу. Это точка с координатами 1, 2. График линейной функции это прямая. Чтобы однозначно правильно построить прямую, нам нужно знать две точки, которые принадлежат этой прямой. Две разные точки. Поэтому мы возьмем два разных значения аргумента, посмотрим соответствующие значения функции, нарисуем две получившиеся точки, соединим их и получится график функции. Звучит сложно, но когда я покажу вам, это будет намного проще. Итак, возьмем функцию y равняется 2x плюс 3. Это линейная функция, где k равняется 2, а b равняется 3. Чтобы построить график такой функции, нужно взять какие-то два случайных, ну условно случайных, значения аргумента. Я люблю брать 0 и 1, но для каждой задачи свои подходящие значения. В этом случае 0 и 1 идеально подходят. Смотрите, мы считаем, чему равно значение y, если x равен 0. То есть считаем, чему равняется y от 0. Поставляем вместо x 0, 2 умножить на 0 плюс 3, это 3. Если x равен 0, то y равен тройке. Это говорит нам о точке, у которой координата 0 по x и координата 3 по y. То есть точка 0, 3. Находим эту точку, координата 0 по x и координата 3 по y. Вот она эта точка, она лежит прямо на оси y. Выделяем эту точку жирненько и ищем еще одну точку. Давайте проверим, чему будет равняться y, если x будет равняться 1. Если x равен 1, то y равняется 2 умножить на 1, 2 плюс 3, 5. Получилась точка с координатой 1 по x и координатой 5 по y. То есть точка 1, 5. Находим эту точку, вот у нас единица по x и вот здесь 4, 5 по y. Вот здесь находится эта точка. Две жирненькие точки, теперь мы просто берем и соединяем их между собой. И дополняем картинку до прямой. График линейной функции прямая. Вот и есть график этой функции. Поэтому графику намного легче определять, чему равна функция при определенном значении аргумента. Потому что здесь не нужно ничего считать, нужно просто посмотреть на картинку. Предположим, мы хотим узнать, чему равно значение функции, если аргумент равен 3. Для этого мы находим точку 3 на оси иксов и проводим вертикальную прямую до пересечения с графиком функции. Вот она эта точка. Здесь у нас получилось очень высоко, но она попадает куда-то вот сюда. На доске это не очень понятно, но так как в тетради все это будет рисоваться по клеточкам, а график функции рисуется при помощи линейки, вы попадете в конкретную нужную вам точку. В нашем случае это точка 9. Вот и все, теперь мы с тобой умеем рисовать графики линейных функций и знаем, что такое функция вообще. Если бы функции были только линейные, решать математику было бы намного проще, но жить было бы тяжелее. Есть другие виды функций, о которых мы с тобой поговорим на следующем уроке. Но предварительно я научу тебя решать квадратные уравнения, ведь это очень важно. Я понимаю, что большинство из вас уже умеют решать эти уравнения. Но в начале следующего урока мы с вами это закрепим, а пока я хочу дать вам домашнее задание. Я дам вам две линейные функции, графики которых вы должны будете нарисовать. И в начале следующего урока я разберу эти задачи и посмотрим, насколько хорошо вы поняли то, что я рассказал вам сегодня. Итак, я хочу, чтобы дома вы нарисовали график функции y равняется 2x-3 и график функции y равняется 4-x. Нарисуйте у себя графики этих функций, а затем переходите к следующему уроку и посмотрите, правильно ли вы решили или нет. Если нет, то я рекомендую вам заново пересмотреть этот урок, сделать конспект и затем уже переходить к следующему уроку. Я напоминаю, что это бесплатный видеокурс по подготовке к ЕГЭ по математике. Чтобы подписаться на мой канал, кликай в правый, в правый от меня, в верхний угол. Ты будешь подписан на мой канал и точно его не потеряешь. Жми сюда, чтобы посмотреть полный полный лист моих видео уроков. Математику для тебя преподавал Артур Шарифов. До следующего урока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok